До начала заседания в секциях участники и гости Всероссийского съезда муниципальных образований могли познакомиться с выставкой товаров, которые производятся в нашем 33-м регионе. Начинка некоторых стендов была сродни музейным экспозициям, как, к примеру, вот эти стенды Кочугинской ювелирки и Хрусталь-Гусь-Хрустального. Крупногабаритные товары разместились под открытым небом. Среди экспозиций товары наших муромских предприятий – Энергомаша, Муром-Тепловоз, радиозаводы, завода РИП. Акционерное общество Муром-Тепловоз представил на выставке технику для пожаротушения и еще ряд машин. Прежде всего хотелось бы, чтобы президент обратил внимание на пожарные машины. Потому что если мы участвуем в тендерах на поставку пожарной техники в Австралии, значит, поставляем в Азербайджан, большой интерес в Эмиратах, на Кубе планируем создать параллельное производство пожарных машин для Южной Америки, то здесь, к сожалению, горим, горим и горим, но не покупаем. Ну и по спасению машин, ту машину, которую мы сделали на базе Берден, спасательная машина, она очень важна, особенно в такое тяжелое время, когда уже идет лед, уже резиновые лодки невозможно использовать, значит, вода спадает, на грязь остается. Поэтому на эти две машины я бы хотел обратить внимание президента. Если повезет, и президент подойдет к нашему стенду. Производственники, как и делегаты съезда, были настроены на встречу с президентом. Его визит в Суздаль был заявлен, но не состоялся. До начала пленарного заседания выставку у владимирских производственников посетили Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства Российской Федерации, и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. И кооперация, Дмитрий Козак, он загружает районы, где нет производства промышленного. Сельские слабые районы. Сельские слабые, но малый и средний бизнес там развиваем, а он дает им еще и работу. Так. Книжечка ваша вырастает в цене. Да. Мы по корпорации развития посмотрим, и сами будем модернизировать новые области. В области вообще во многих городах, в районах свет не горел, и опоры по 20 лет стояли. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Покупай Владимирское, покупай Российское. Принципиальная позиция губернатора Владимирской области в продвижении владимирских производственников. Светлана Орлова была лаконична, делясь впечатлениями от выставки. Об итогах осмотра Дмитрий Козак сказал в интервью журналиста. Я думаю, что сама по себе выставка будет иметь практический результат. Это, прежде всего, продвижение продукции предприятий Владимирской области. Были некоторые, их не так много, слава богу, некоторые вопросы у предприятий Владимирской области. Мы договорились о том, что через губернатора будет правительству представлено соответствующее предложение для того, чтобы совершенствовать регулирование деятельности предприятий не Владимирской области, а в целом российских предприятий, для того, чтобы они могли на равных конкурировать с иностранными производителями. Татьяна Пенская, Александр Симонов, Новости 24 Мура. Около 500 делегатов из 83 регионов страны съехали с Суздаль на Всероссийский съезд муниципальных образований. На первом этаже гостинично-туристического комплекса разместилась выставка лучших муниципальных практик. С руководителями федеральных органов и исполнительной власти муниципалы могли пообщаться в ходе работы шести экспертно-тематических секций по актуальным темам. Оптимизация полномочий органов местного самоуправления, возможности и перспективы, эффективная муниципальная экономика, сельские поселения, основы местного самоуправления, ожидания и реалии, территории муниципалитетов, стратегии и инновации, лучшие муниципальные практики, местное самоуправление, власть народа, гражданские инициативы и профессионалы, ключевой ресурс муниципального развития. Здесь, на секции сельские поселения основы местного самоуправления, обсуждали проблемы села. Развитие, возможно, только в тех населенных пунктах, куда пришли заинтересованные инвесторы, говорили выступающие. Что же касается финансирования муниципальных программ развития села, на следующий год в них попали пока только 22 региона. Хозяева Владимирская область утверждена, есть. 19 субъектов ожидает в ноябре, утвердить, и 38 субъектов на разной стадии согласования на местах. То есть вот я опусть, что эти 38 субъектов могут не попасть, потому что у нас меняется порядок выделения лимитов на устойчиво-развитетских территориях. Профессионалы – ключевой ресурс муниципального развития. Так назвали секцию, в работе которой обсуждались практики подготовки профессиональных кадров для муниципалитетов. Представитель Ульяновска отметила, что проблема подготовки профессионалов сегодня стоит очень острая, еще и потому, что прежняя практика разрушена, а новая не созрела. Ротация кадров есть, а вот преемственности в работе нет. Еще один вопрос. Это форма обучения муниципальных кадров. Не секрет, что кадровая проблема наиболее остро стоит в сельских поселениях. Эти муниципальные образования имеют наименьшие финансовые возможности, в том числе и возможности оплачать свое очное обучение своих сотрудников или заочное. Я не знаю, как в других муниципалитетах в нашем регионе. Целая проблема даже приехать в город в комментировку. Они полностью сидят на смете. Они ничего не зарабатывают, у них нет. Или они идут на поклон кому-то из предпринимателей. А это называется, что коррупция в чистом виде. Прокомментировал проблему делегат Всероссийского съезда и глава нашего округа Евгений Рычков. По кадрам эта проблема общая, не только для муниципалитетов. И такое впечатление, что сейчас кадры уехали или вообще исчезли по всем транспортом. Вот с кем они говорят, сейчас руководители, каждый считает, что у него с кадрами проблема. Идей и финансов сегодня гораздо больше, чем обеспечение кадровое. Причина понятная. Разрыв. Разрыв, потому что нет преемственности. По большому счету, сейчас даже муниципальные власти четко понятно. Есть руководитель, но, скажем так, выстроенной системой подготовки, от специалиста до начальника отдела, потом до заместителя, потом до руководителя управления, такой системы нет. И нужно заново восстанавливать. Это буквально каждая сфера касается. На этой секции говорили об инициативе граждан, о работе с населением в решении проблемных вопросов. Следующая позиция. Вот общественные советы всевозможные. Ну, создали общественный совет по здравоохранению при губернаторе, но создали его опять-таки не сразу, а по мере того, как накопились конкретные инициативы. Потому что еще вот на первый наш открытый полностью актив пришли мамы детей больных диабетом. И подняли вопрос, что помогите нашим детям. Но реальная программа, вот в любом субъекте борьбы с диабетом, она потянет больше, чем на миллиард рублей. Соответственно, у нас в этой задаче стараться делать то немногое, что мы можем сделать, маневрируя нашими реальными ресурсами. Обсуждение муниципальных проблем по секциям длилось до обеда. После перерыва делегаты съезда собрались на пленарное заседание. Его содержание журналисты могли наблюдать в пресс-центре с экрана телевизора. Татьяна Пенская, Александр Симонов. Новости 24 Мура. В 131-м федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 6 ноября исполнилось 10 лет. Один из разработчиков этого закона, представитель Новосибирска, в своем выступлении на пленарном заседании заметил, что 131-й ФСЗ выполнил свои функции, разделил полномочия, определил направление финансовых потоков, правила работы органов местного самоуправления. За 10 лет многое изменилось, и сегодня нужны новые правила, чтобы дать возможность муниципалитетам выполнять те функции, которыми их облачили. Вот что говорят о своих ожиданиях от Всероссийского съезда муниципальных образований, о его значении делегаты и участники съезда. Муниципалитеты самые близкие для людей, органы власти. Мы отвечаем за ЖКХ, за образование, здравоохранение, за культуру, спорт, за дороги, дворы. В общем, полномочий огромное количество, их становится все больше и больше. Вот добавилась уже, скажем так, обязанность отслеживать ситуацию межнациональных отношений. Но зачастую полномочия, которые нам передаются, не обеспечиваются должным финансированием. Это общая головная боль для всех муниципалитетов, поэтому это, наверное, главная проблема, которую хочется поставить перед федеральным уровнем власти. Роль муниципалитетов, конечно, надо поднимать, потому что сильный город, сильная страна. И это очень хороший конгресс, но мне здесь все интересно. Вот те закрепленные полномочия, которые определены в 31 федеральном законе за разными уровнями муниципалитетов, они должны иметь четкий расчет, а сколько эта полномочия стоит. У нас сегодня денег хватает только для того, чтобы выжить, сделать самый минимум. И проблема комфортности проживания, проблема инвестиционной привлекательности, это уже, ну, их практически не решаются эти проблемы. Нас поражает то, что почему с муниципальных объектов, с муниципальной власти забирается все, все налоги. За землю мы платим, за имущество мы платим. Я построил газопровод, значит, газопровод у меня остается на балансе, я на землю должен платить налог на имущество. Почему федеральные структуры не платят? Ни милиция, ни полиция, ни прокуратура, ни армия. Их у нас в нескольких десятках таких структур, которые обладают имуществом, землей, и все освобождены от земельного имущества налога. Стоит две самые главные задачи. Это наполнение бюджетов муниципальных образований. Когда нет денег, при наличии любых полномочий сделать ничего невозможно. Прекрасно понимаете, да? И вторая задача – это стимулирование развития самоуправления граждан, инициативы граждан. Потому что, когда граждане сами занимаются самоуправлением, соответственно, они осуществляют очень жесткий спрос с органов муниципальной власти. Если же они все отдают на откуп чиновникам, соответственно, во многих случаях и работа калтурно выполняется. Огромное количество, огромное количество корректив по инициативам граждан носится. Мы только несколько законодательных инициатив по итогам избирательной кампании, по итогам моих личных встреч с гражданами, несколько законодательных инициатив подготовили на федеральный уровень. У меня очень хорошее впечатление, потому что это приехали все руководители местного самоуправления со всей России. На шести секциях был очень интересный диалог, и я думаю, что будут приняты нормальные, реальные предложения, как законодательство, так и по улучшению работы. Проблема всегда была, есть и, видимо, останется мы до конца вряд ли когда-нибудь разрешим. Это проблема власти и денег. Вопросы полномочий органов местного самоуправления, вопросы финансового обеспечения этих полномочий, вопросы повышения ответственности органов местного самоуправления за качество оказания муниципальных услуг. Все эти вопросы обсуждались сегодня, съезд в первой половине дня работал по секциям. Все вопросы поднимались довольно острые. По всем, по ним практически можно выработать в ближайшее время решение. Я думаю, что сейчас после обсуждения на съезде всех этих вопросов будут приняты организационные решения, которые позволят в ближайшее время выработать ответы, законодательные ответы на федеральном уровне. Идеи и предложения, высказанные на съезде, будут учтены при разработке новых правил для органов местного самоуправления. Приблизительно такая формулировка не раз звучала в ходе пленарного заседания Всероссийского съезда муниципальных образований. В его резолюции записано признать целесообразным разработку основных направлений дальнейшего развития местного самоуправления в Российской Федерации на среднюю и долгосрочную перспективу с учетом состоявшегося конструктивного диалога и предложений, высказанных участниками съезда. Татьяна Пенская, Александр Симонов, Новости 24, Мура.